Уважаемые коллеги, собственно запуск ускорителя, на запуске ускорителя, не может быть в зале ускорителя никого. Поэтому порядок такой, что мы сейчас ознакомимся с ускорителем, переедем в конференц-зал и в прямой трансляции будем наблюдать запуск ускорителя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На всех хватило? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это совершенно удивительно, что, идя от стабильных элементов свинца и висмута вот сюда вверх, мы видим удивительную живучесть, удивительную живучесть ядер, который говорит о том, что, на самом деле, материальный мир значительно более широкий, значительно более просторный, чем мы думали до сих пор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Циклотрон ДЦ-280 к запуску готов. Команду дал директор Улияев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые коллеги, Циклотрон ДЦ-280 запустить в работу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем включать ЭЦР-источник. Вот мы видим прохождение пучка от ЭЦР до вертикальной инжекции. Начинаете ускорение. Инжектируем пучок в Циклотрон. Ток пучка на первых орбитах на радиусе 30 сантиметров составляет 22,2 микроампера. Это уже внутри камеры. Мы прошли путь от ЭЦР-источника вертикальной инжекции в вакуумную камеру. Приступить к выводу пучка. Ускоряем пучок внутри Циклотрона. Пучок на радиусе вывода составляет 15,1 микроампера. Начинаем вывод пучка из Циклотрона. Покажите пучок на люминофоре. Вынижаем интенсивность, чтобы показать пучок на люминофоре. Мы видим пучок. Коллеги, пучок выведен. Находится в точке люминофора перед разгадочным магнитом. Дальнейший путь в зал, где будет уже новый газонаполненный сепарат. Ускорить их запущен. Этот проект очень много, значит, только для российской, для общемировой науки. Это первый такого уровня прибор вообще в мире. Синтез новых элементов таблицы Менделеева. В этом году, вы знаете, мы отмечаем 150-летие со дня этого выдающегося открытия Дмитрия Ивановича Менделеева. И как раз эта фабрика должна позволить нам синтезировать новые элементы с еще большей интенсивностью уже на базе тех технологий, которые были отработаны здесь.